Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя Огородная Азбук. И сейчас еще один небольшой видеоролик о приготовлении грунта. Почему о грунте я говорю так подробно? Я уже писала, что опытные огородники знают, что качество грунта это половина успеха, это залог нашего урожая богатого. Потому что только в хорошем грунте можно вырастить здоровую рассаду. И даже это касается не только вот этого чистоты, стерильности насчет бактерий, насчет всего. Тут важно все. И вот эта вот структура, консистенция, я вам показывала, какой я занесла, какой он был. И какой он стал после того, как я его через свои руки пропустила на три ряда. Все размяло, все пересеяло, он насытился воздухом. Это то же самое, как мы сеем муку перед тем, как печь, заводить тесто. Можно сеять, можно не сеять. Но все знают, что из просеянной муки быстро поднимается вот эта квашня. Все это важно. И когда мы просеем, все это сделаем, уложим. Вот тогда уже у нас дороги у всех расходятся. Кто-то дальше будет протравливать, например, проливать. Ну как тут, от слабого к такому самому резкому. Если у вас грунт, вы уверены в нем, то можно просто добавить фитоспорина. Ну или сейчас, или вот когда потом. Если вы взяли грунт какой-то некачественный, вот с точки зрения микробиологии, то, конечно, тут уже надо более такими средствами сильными, я говорила, что применяют. Можно полить даже и бордоской, вот этой жидкостью, смесью развести. И хомом люди поливают, и марганцовкой, и медным купоросом. Все зависит от того, насколько безопасен ваш грунт. И когда у меня спрашивают, скажите, чем вы обрабатываете грунт, чем вы протравливаете. Ну у нас с вами совершенно разные ситуации, и на меня равняться не всем стоит, потому что когда-то я делала тоже так же, как все, вот 2-3 лотка. Я все это протравливала, все это делала. Но сейчас у меня такой большой объем вот этих вот грунта, лотков, рассады, что мне некогда каждый лоток вот так вот делать, все протравливать. Я уже, как начала пользоваться более профессиональными средствами, я уже говорила вам про привикур, они дороже немного по стоимости, но с ними очень много освобождается времени свободного. И я вот весь этот грунт целиком, я никогда уже не протравливаю, но вот последние года 3, наверное, я только проливаю воростки. Возможно, вам этот способ и не нужен. Если у вас 2 или 3 лотка, вы сделаете все по классической схеме. Ну вот, поливите, например, фитосфорином, или если есть опасность вот такая, посильнее средство, это марганцовкой. Но про марганцовку сейчас тоже говорят, что она вредная, убивает все вот эти вот и полезные, и вредные бактерии. Ну тогда можно поступить так, полить марганцовкой, она полностью сделает грунт стерильным, потом, через несколько дней он отстоится, запустить туда полезную микрофлору, фитосфорином полить. Вот такая двойная обработка препаратами грунта, она вам даст хороший результат. Во-первых, сначала погибнут все, и плохие, и хорошие, а хороших потом подселяете. Вот такой вариант возможен. Вариантов очень много, и понимаете, что это такой полет фантазии, и зависит в каждом конкретном случае, это зависит только от ваших условий, от вашего грунта, где вы взяли, какой вы хотите получить. Некоторые и пропаривают до сих пор в духовках, хотя пишут, опять же, что пропаривание убивает и хорошие, и плохие грибки. Делать нужно только на водяной бане, когда менее там, ну, менее низкая температура, не такая высокая, чтобы остались там хотя бы минимум вот этих микроорганизмов. Эти способы вы сможете выбрать для себя только после того, когда попробуете несколько и тот, и тот. Я за все эти годы и в духовках пропаривала, и марганцовкой обрабатывала, и медным купоросом обрабатывала, и фитоспорином обрабатывала. И вот пока у меня не встретился привикур, я все это делала. Но потом из всей этой кучи, из всей этой массы я выбрала одно средство, которое мне подходит только потому, что у меня большой объем, потому что это облегчает, высвобождает много свободного времени. Вот вы представьте, если простой человек сейчас будет сеять 4 или 5 лотков, мне надо посеять около 120 лотков с рассадой, и ясно, что каждый вот так вот, это я так делаю только ранние посевы так тщательно, и рассказываю это вам, потому что если у вас маленькое количество, то вы способны это сделать, и перемять все руками, и все это. Потом я уже, конечно, через двойное сито не прогоняю. Я когда один раз просею, увлажню второй раз, я вот так вот его не распушаю. Такие благоприятные условия я делаю только для ранних посевов, которым и так придется не сладко, которым, может быть, будет недоставать и солнышко, и какой-то температуры, и влажности будет не хватать. Ну, хотя бы сделаю качественный грунт, потому что от грунта зависит очень много. Если я еще просто положила бы какой-то грунт, вот так вот утрамбовала бы, воткнула бы их, они и так несчастные, долго будут сидеть. Все, вот это про грунт я закончила, и сразу хочу сказать, что я про грунт сняла уже много видео, выложила и в прошлом году, и нынче. Если у кого есть время, смотрите все подряд, кто хочет понять разницу, как до конца осознать, зачем все это я делаю, для чего все эти... Конечно, я сразу говорю, что можно без всего этого. Я вот сею два раза для ранних посеевов, можно не сеять два раза, можно даже не сеять один раз, можно просто занести грунт, полить чем-то там, обеззаразить тем же фитоспорином, и сразу посадить. Но вы поверьте мне на слово, что разница есть большая, или грунт, который ты через свои руки пропустишь, весь, 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 каждый комочек, он будет пушистенький, он будет такой... Растения любят больше вот такой, которые приготовлены с заботой, с любовью, они там вырастают толстые, здоровые, и довольные. Вот этого я и добиваюсь, вот когда вот делаю все это с грунтом. Конечно, из-за большого объема сложно одному человеку все это сделать. Я некоторые потом более поздно и посевы упрощаю, потому что там им проще, они будут в теплице, на солнышке. Но для ранних посевов я обрабатываю грунт очень тщательно, все это делаю, и увлажнение, такое, какое нужно, как я показывала, вот комочек, все. Все, желаю вам успеха. А про грунт сегодня я рассказала все, про механическую обработку мы закончили. Про протравливание. У меня в прошлом году есть видеоролики и о фитоспорине, и про марганцовку, каким раствором разводить все. Я в этом году, возможно, даже не успею все эти ролики повторить, но если смогу, то я сниму еще раз. А вообще, назад отматывайте на прошлый год, все прошлогодние посевы могут вам пригодиться. Все, желаю успеха в новом. А нет, не желаю успеха. Просили померить еще высоту лотков. Смотрите, когда высеваю лоток, который низкий, 7 сантиметров высота, это меня просили высоту. А когда пикировку буду делать, он уже 10 сантиметров высота. И еще про высоту грунта. Когда грунт пушистый, вот после такого просеивания, я его делаю целиком, полностью по борт. Почему? Потому что потом при поливах, при посеве он сам немного осядет. И я когда буду делать бороздки, я буду уплотнять только бороздки. А вот этот пух постараюсь сохранить как можно дольше. Все равно он потом прибьется, конечно, водой. Буду поливать тут месяц, второй, третий. Но вот первое время, когда семена еще будут там молодые только всходить, желательно вот эту структуру, рыхлую почву, сохранить. Не надо сильно ее придавливать, она сама потом придавится. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это все про грунт. Следующая вот процедура будет протравливание. Если кто будет протравливать. Я жду свой препарат. Не могу купить. Нечем показывать.